Среди экспериментов по наблюдению с большого расстояния, проведенных с помощью телескопов, наибольший эффект был получен на озере Титикака, где команда пыталась получить изображение на расстоянии 110 километров. Место было выбрано из-за низкой влажности воздуха в определенное время года, что является основным фактором ради результата. Мы разговариваем здесь с лодочником судна 3 мая. Он является жителем острова Урос. Он принадлежит к цивилизации Аймада. Возможно ли увидеть другую сторону границы? Или это невозможно? Да, это возможно. Это всегда так, потому что наше озеро, по нашему мнению, похоже на стол. Сколько километров вы видите? Я вижу почти на 60 или 50 километров. Все нормально. У меня нет бинокля. Ничего особенного. Да, норм без бинокля. С помощью телескопа команда смогла записать изображение на расстоянии более 100 километров, что было бы невозможно в теории сферической Земли, поскольку кривизна имела бы высоту 237 метров, что эквивалентно высоте 79-этажного здания. Этот эксперимент является еще одним доказательством того, что Земля не может быть сферой. Расположение лазера находится здесь, на берегу озера, примерно в метре от уровня воды, где находится второй лазер. Он также находится в том же положении, ровно в полутора метрах от уровня воды в резервуаре. Как вы можете видеть, оба устройства поддерживают связь на расстоянии 18 километров. Сегодня мы успешно провели эксперимент и доказали, что Земля не имеет того формата, который, по мнению науки, у нее есть. На расстоянии 18 километров нет. Уровень воды точно такой же. На этом расстоянии должно быть визуальное препятствие из-за кривизны примерно в 6 метров. И мы смогли добраться сигнал от лазерной пушки с другого берега, находящегося в 18 километрах, на высоте чуть более метра от уровня лагуны. Это самое серьезное испытание. Здесь нет никакого искривления. Чтобы гарантировать точность результата, исследователи решили провести неожиданный эксперимент. Когда команда все еще была на месте, зажегся луч света, который должен был быть виден на расстоянии 18 километров с той стороны, где находилась команда геодезистов, которые использовали тахеометр. На таком расстоянии кривизна земной поверхности увеличилась бы на 6,3 метра, что эквивалент на высоте трехэтажного здания. Вы видите? Да. Вниз. Вы видите? Да. Вниз. Вы видите? Да. Я нахожусь на уровне воды. Я на уровне воды. Так что хорошо, я запишу, а вы прочитаете углы и координаты. Вот здесь вы измеряете высоту, на которой индикатор мигал на уровне воды. Он находится на уровне воды, но на сколько метров выше? Он равен нулю. Он мигает в воде, не так ли? Он в воде. В 10 сантиметрах от поверхности воды. Хорошо, я запишу здесь угол наклона. Подождите, Уилсон. Во время эксперимента был добавлен еще один лазер без предупреждения топографов. Вы видите какой-нибудь другой источник света? Я вижу его. Я действительно это видел. Сейчас я увидел лазер. Он действительно видел. Он видел лазер. Он погас. Опустите лазер. Все в порядке. Подождите минутку, Уилсон. Теперь я увидел лазер. А вы видели лазер? Только не сейчас. Я видел. Я видел лазер там. Опустите немного. Вы все еще видите свет? Я вижу там лазер. Вы все еще видите свет? Я вижу там лазер. Это хорошо. А как насчет эксперимента с геодезической кривизной, проведенного на зданиях? Были проведены измерения оснований и верхушек двух зданий. Одного в Торесе, штат Рио-Гранди-ду-Сул, и другого в Натале, штат Рио-Гранди-ду-Норти. На расстоянии 3,05 километра друг от друга. Согласно теории сферичности Земли, расстояние между измерениями оснований должно отличаться от расстояния между измерениями вершины даже на несколько метров. Но если измерения будут одинаковыми, это покажет, что Земля не имеет кривизны. Вероятно, это будет связано с продолжением этой линии перпендикулярной базовой линии. Если рассматривать Землю как глобус, то изначально предполагалось, что измерения будут другими. Но когда пришли результаты, оказалось, что размеры основания и верха совпадают, что показывает, что оба здания выровнены вертикально. А вот здесь углы проема, где мы видим точку, обозначающую высоту основания здания. Когда мы производим этот расчет здесь, на этой плоскости, мы всегда будем находить это расстояние здесь. Идентичные измерения расстояния между основаниями и вершинами зданий доказывают, что между двумя зданиями нет кривизны, что доказывает, что Земля не имеет сферической формы. В эксперименте с геодезической кривизной в воде были получены три точки с помощью высокоточного GPS на трес море Асплатина в Минас-Жерайсе, протяженность которой превышает 70 метров. Эта первая точка возвышения по отношению к уровню моря находится на высоте 556 метров. Вторая точка также показала тот же результат. Высота над уровнем моря составляет 556 метров. Если бы третья точка была другой, вода текла бы по кривой Земли. Если результаты измерений совпадают, то будет доказано, что в воде нет никакой кривизны, она действительно плоская. И измерение третьей точки удивило исследователей. Здесь мы также получили ту же самую величину, 556 метров на уровне лагуны. Мы анализируем данные, собранные оборудованием, и все точки показывают один и тот же результат, одинаковую высоту. Что свидетельствует о том, что уровень воды в плотине остается на прежнем уровне. Эти данные опровергают теорию сферичности, потому что, согласно этой теории, вода должна следовать изгибу Земли. Только в изгибе нет уровня. Три измерения высоты были идентичными, что доказывает выравнивание воды, доказывая, что Земля не имеет сферической формы. И каков результат экспериментов с лазером? Команда видела лазерный луч с другой стороны? Мы здесь проводим ночные эксперименты в водохранилище Тремарет. Мы находимся на берегу озера. Расположение лазера находится здесь, на берегу озера, примерно в метре от уровня воды, где находится второй лазер. Он также находится в том же положении, ровно в полутора метрах от уровня воды в резервуаре. Как вы можете видеть, оба устройства поддерживают связь на расстоянии 18 километров. Сегодня мы успешно провели эксперимент и доказали, что Земля не имеет того формата, который, по мнению науки, у нее есть. На этом расстоянии должно быть визуальное препятствие из-за кривизны примерно в 6 метров. И мы смогли добраться сигнал от лазерной пушки с другого берега, находящегося в 18 километрах, на высоте чуть более метра от уровня лагуны. Это самое серьезное испытание. Здесь нет никакого искривления. Вторая и первая команды провели лазерный тест на видимость на расстоянии 35 километров. Действительно, произошло необычное переключение на расстоянии 35 километров, при этом дуга должна была составлять примерно 24 метра. Ни первая, ни вторая группа не должны были видеть огни. Но как можно было бы направить лазерный луч с одного берега на другой, находящийся на расстоянии 35 километров? Если, согласно теории сферической Земли, высота искривления составляла бы 24 метра, а лазерное оборудование было расположено на расстоянии 2 метров высотой параллельно уровню воды. Озеро Титикако имеет ширину 65 километров и длину 165 километров. Это плоская поверхность. Это зеркальное озеро Титикако здесь, в Перу. Если вы посмотрите, например, на расстоянии 30-40 километров, озеро будет выглядеть плоским. Это еще одно неоспоримое доказательство плоской поверхности воды, которое окончательно опровергает теорию о сферичности Земли. Гравитация – это теория, которую наука рассматривает как основной фактор поддержания гармонии на сферической планете. Вода не вытекает с поверхности Земли, потому что ее притягивает к центру Земли сила притяжения. Ее не существует. Согласно экспериментам, силы притяжения не существует. Исходя из основ природы, Плюм и Левил опровергают теорию гравитации. Это оборудование представляет собой систему сообщающихся сосудов и используется в лаборатории для демонстрации изменения уровня воды. В каком бы положении мы не разместили систему, вода, находящаяся внутри, всегда будет определять свой уровень. Такое поведение системы может быть доказано не только в лабораторных условиях, но и в ходе полевых экспериментов в прудах, озерах и морях. Это микроверсия того, что мы находим по всей планете – выровненные воды. Проверяя, что уровень воды остается ровным как в микро- так и в макроокружении, мы также подтверждаем, что гравитация не существует, потому что если бы эта сила существовала, воды следовали бы изгибу планеты. Но тогда какие силы действуют для поддержания гармонии на несферической планете? Исследователи из Дакилы и технологического центра Зиккурата пришли к выводу, что среди фундаментальных факторов природы четыре основные силы, которые действуя сообща, прочно удерживают нас на Земле – это магнетизм, плотность, давление и свет. Среди четырех сил МПЛ магнетизм, в отличие от того, что считает наука, является одной из сильнейших сил, действующих на Земле. Это главная сила, которая поддерживает все в равновесии, от связей атома до магнитного поля Земли. Согласно этим экспериментам, гравитация не существует. Но если пойти еще дальше, чтобы доказать или поддержать сферичность Земли, без падения людей, зданий, животных, сооружений, то вода, в частности, выбрасывается в космос. Чтобы оправдать то, что люди остаются неподвижными на поверхности Земли, не будучи сброшенными вращением Земли, планета, они создали магическую силу, называемую гравитацией. Но эта магическая сила разрушается уровнем воды в водопроводе, потому что физическое поведение воды заключается в стремлении выровняться. Или физика тоже ошибается. Если физическое поведение воды, согласно нашей физике, заключается в стремлении выровняться, как она закрепится на шаре на сфере не улетая, пространство снаружи не стремится к своему уровню, таким образом это две противоречащие друг другу вещи. И более того, чтобы оправдать смену времен года, они решили наклонить шар на 23 градуса. Нет никакого способа наклонить шар в сферу, это невозможно. Давайте посмотрим, как можно наклонить планету или шар в сферу, чтобы вода не вытекала. Но у нее есть воображаемая ось. Воображаемая ось, даже если бы существовала физическая ось, была бы наклонена ось, а не сфера. В любом положении, в котором находится сфера, нет другого способа наклонить ее, кроме как по оси. Это воображаемая ось. Это иллюзия. Если она воображаемая, то это иллюзия. Таким образом, это еще одно противоречие. Они создали эту ось, которой не существует, чтобы обосновать смену времен года в сфере, в шарообразной модели. Это невозможно. Ну что же, в сфере мы точно не живем. Потому что физическое поведение воды не соответствует действительности. И с помощью отвеса и уровня эта теория полностью опровергается. Она исчезла. На что была бы похожа Земля? Это первое, что бросается в глаза. Земля абсолютно плоская. Но куда ведет эта плоскость? Она квадратная? Это круг? Если смотреть сверху, то создается впечатление, что Земля плоская. У ученых прошлого были только глаза, чтобы наблюдать, и рассуждения, чтобы создавать возможности. Позже другие ученые определили, что наиболее подходящей моделью будет сферическая геоида, в которой в одной точке ставится столб, а в другой — на расстоянии 800 километров. Но он не учел высоту, у него не было GPS, вообще ничего не было. Так что на самом деле нет никакого способа, как эти идеи можно соотнести с современными технологиями, потому что все, что мы имеем сегодня, опровергает эти теории. Любой эксперимент сегодня может доказать, что земного шара не существует. Это невозможно. Но тогда как мы можем определить реальную форму планеты? Исследователи КТЗ собрали информацию о движении Солнца, Луны и звезд в разных частях планеты. В ходе этого исследования, которое длилось несколько лет, изображения были записаны камерами, установленными во всех этих местах днем и ночью. Мы обнаружили несколько отличий в траектории движения Солнца. Одно из самых значительных различий было между Австралией и Аргентиной, которые находятся в одном и том же тропике. В то время как в Аргентине Солнце движется примерно на 180 градусов, в Австралии оно движется почти на 270 градусов, что было бы невозможно в сферической модели Земли. Еще один важный пример был на Канарских островах, где замедленная съемка звезд показала круговое движение, несовместимое со сферической моделью Земли. Земля. Это перемещение было бы оправдано только в том случае, если бы плиты находились вблизи полюсов сферической Земли. Но это не так. Мы не понимаем, что при таком количестве обнаруженных нами несоответствий и при современных технологиях, доступных сегодня, ни один исследователь, ни один ученый, ни один астроном, ни одно космическое агентство в мире не заметили ничего из этого. Расхождение в сравнении траектории движения Солнца и звезд между различными точками, если соотнести ее с географическим положением на текущей карте мира, позволило создать новую географическую модель континентов. В этой модели континенты представлены размером и расположением, несколько отличающимися от текущей карты мира, северным полюсом в центре и другими континентами вокруг него. Мы называем это выпуклой Землей, потому что континенты имеют выпуклый рельеф, начинающийся на уровне моря, поднимающийся до самой высокой точки и возвращающийся к уровню моря. Согласно результатам альтиметрического анализа, рельеф всех континентов отличается выпуклостью. Согласно исследованиям, на выпуклой Земле магнитное поле имеет следующую структуру. Северный магнитный полюс расположен примерно в середине планеты. Из-за магнитного поля в любой точке поверхности планеты, стрелка компаса всегда будет указывать на северный полюс, поскольку южный полюс представляет собой всю ее границу. Магнитное поле также отвечает за моделирование формы нашей атмосферы, которая принимает форму плоской выпуклой линзы. Таким образом, атмосфера, образованная несколькими газами и водой в газообразном состоянии, приобретает характеристики гигантского увеличительного стекла с высокой степенью преломления, ответственного за днем и ночью. В следующем эксперименте моделируется поведение дня и ночи. Мы используем плоскую выпуклую линзу, модель континентов и внешний источник света, имитирующий Солнце. В результате получается модель дня и ночи в соответствующих часовых поясах. В этом исследовании нам очень помогла информация, которую мы собрали в нашей собственной астрономической обсерватории Технологического центра Сигурата. А почему на фотографиях Земли, сделанных из космоса, видна кривизна? Мы запустили несколько атмосферных зондов и заметили, что на изображениях, сделанных в верхних слоях атмосферы, после определенной высоты начинает проявляться определенная кривизна. Это происходит в верхних слоях атмосферы, то есть над стратосферой. Глядя в иллюминатор самолета, вы бы не заметили этого искривления. Мы заметили, что этот эффект возникает не из-за предполагаемого искривления планеты, а из-за двух факторов. Первый — из-за большой плоской выпуклой линзы нашей атмосферы. А второй — в соответствии с теорией искривления света, предложенной Альбертом Эйнштейном и экспериментально доказанной в 1919 году. Согласно теории Альберта Эйнштейна, масса большого объекта может создавать искривление пространства времени вокруг него, способное искривлять траекторию луча света вблизи него. Это явление было названо гравитационной линзой. Нас с детства приучали к тому, что наша планета имеет круглую форму. Но если я скажу, что реального изображения всей нашей планеты даже не существует, то на сегодняшний день ни одному из космических агентств этих учреждений не удалось зарегистрировать полное изображение нашей планеты. Несмотря на все технологии и достижения науки, такого изображения еще не существует. Так как же они сделаны? Все эти прекрасные фотографии, которые мы видим в интернете, на плакатах, в фильмах? Это очень просто. Снимаются локальные изображения, передаются в компьютерную программу, где ими манипулируют, формируя их в формат, который мы знаем сегодня. Это прекрасное изображение, это фотография голубой планеты, которую мы знаем, является не более чем пропагандой, как и многие другие, которые мы видим ежедневно. Согласно проведенным исследованиям, расчетам и измерениям, сделанным на нашей планете, это не соответствует ее формату. Реальный формат нашего мира таков. Его континенты выпуклые, а воды выровнены. Запустив несколько атмосферных зондов, оснащенных камерами и другим оборудованием, мы смогли идентифицировать территориальную массу, которая не указана на наших картах. Она не является частью нашей текущей картографии. И, анализируя изображения, в основном полученные зондами, мы понимаем, что это часть нового континента, скрытого под огромным слоем льда. После просмотра этих изображений, мы направили наши экспедиции к пределам, до которых мог добраться человек или автономный корабль. И мы собрали множество свидетельств наличия пыли на льду, цветочной пыльцы и других свидетельств, которые действительно привели нас к уверенности в существовании этого нового континента. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что за огромной массой льда, которая мешает нам преодолеть ее, действительно находится новый континент с новыми землями. Исследования продолжаются. Мы еще не ступили на это место. У нас были только наблюдения на расстоянии, но мы намерены добраться до этого места как можно скорее. Солнце не является звездой в том смысле, в каком мы привыкли считать. Похоже, что оно находится гораздо ближе к Земле, чем мы думаем. Более того, его траектория совершенно иная. В нескольких точках на нескольких континентах траектория не совпадает с реальностью, в основном в Австралии и на Канарских островах. Например, в Австралии Солнце встает и заходит почти в одном и том же месте. В Антарктиде все совершенно по-другому. Несколько месяцев в году оно остается в одной точке, практически не смещаясь ни в одну из сторон. Наблюдая за всеми этими аномалиями по всему миру, мы понимаем, что существует вероятность того, что Солнечная система полностью отличается от того, что мы знаем. Тайна, окружающее Солнце, настолько сложна, что мы продолжим наши исследования. А что изменится в нашей жизни? Знание реальной модели Земли меняет все. В основном это касается академической системы. Школам придется переделать все свои программы из школьной программы по географии, астрономии, математике, физике. Все меняется. Все, чему мы учимся, меняется весь контекст, особенно в том, что касается модели. Картография, аэронавигация, морской транспорт, экономия топлива, военные стратегии, метеорология, проблемы климата. Все это меняется. Все, чему мы научились, было ошибочным. Теперь эта новая реальность несет нам свет знаний, новое видение нашего мира, новое восприятие всего, чему мы научились. Но больше всего меняется поиск истины. Именно это побудило нас провести все эти исследования. Жажда познавать, жажда к знаниям. А как насчет специалистов Маура Диаса и Паула Пара, которые сопровождали эксперименты? Я всегда придерживался концепции, что Земля имеет сферическую форму. И мои коллеги, и вся картография основаны на том, что Земля имеет сферическую форму. Это проблема даже для логического рассуждения. Поскольку я столько лет работал с верой, и я приму новую веру, переменные, которые необходимо объяснить. До тех пор, пока у меня не было этого объяснения, я оставался с очень большим сомнением, которое мучило меня и даже заставляло терять сон по ночам. Я продолжал думать об этом. Но во время нашей поездки сюда на плотину Треймаре, мы провели очень важный тест, который заключается в проецировании лазерного луча на расстояние примерно 18 километров. А из картографии и из концепции сферичности Земли известно, что мы не можем видеть ничего дальше 10 километров. Так что мы стали свидетелями этого опыта, и все прошло успешно. Это было сделано ночью. Лазерный луч проецировался параллельно зеркалу воды. Результаты теста были идеальными и удовлетворительными. Мы приложили максимум усилий, используя все возможности нашей технологии для проведения этого теста. Мы взяли с собой лазерный луч и теодолиты. Мы использовали радиосвязь. Итак, я объявляю, что основная часть этого исследования завершена, и я чувствую, что это момент нашей славы. Итак, чтобы закончить, я знаю, что будет ряд разногласий и сомнений среди других технических специалистов, но мы убеждены, что нужно привлечь их также к проведению исследований. Я думаю, что это очень серьезный сдвиг в парадигме науки о Земле. Я как инженер и все исследования, которые я проводил, чтобы обучиться и специализироваться, всегда рассматривали Землю как сферическую форму. Поэтому у меня были такие предубеждения. Но для начала, когда мы начали проводить тесты и до сих пор, я устранил предубеждения, которые у меня были, из моей головы. Я пытался представить себя без каких-либо знаний о Земле, чтобы проверить, является ли она сферической или нет. Совершенно очевидно, что Земля в районе озер плоская. Там вообще не было никакой разницы в уровне. Поэтому я понимаю, что даже вам трудно набраться смелости и говорить об этом здесь. Многие профессионалы отказываются говорить об этом из-за боязни испортить свою карьеру, свой имидж, из-за того, что они противоречат теории, которая существует уже 2000 лет, и которая никогда не была доказана. Доказана на практике. Что касается сферичности Земли, то таким образом это всего лишь теории, относящиеся к точным наукам. Какой совет вы бы дали исследователям, людям, занимающим те же кафедры, что и вы? Самое важное — устранить эти предубеждения, потому что те, кто хорошо понимает эти три силы, хорошо разбираются в них. Это магнетизм, плотность и давление. Возможно, достигнут очень большого технологического прогресса, разработают другие концепции транспорта энергии. Я думаю, что те, кто извлекут пользу из этих новых знаний, попытаются глубоко разобраться в них, получат очень большой технологический выигрыш. Я узнал одну вещь. Мы должны непредвзято относиться к обсуждению любой теории, даже если она кажется абсурдной. В первом классе у меня возникли трудности с пониманием этого откровения. Я потратил месяц, работая над этим. Мы подходим к концу и завершаем весь отчет. Все это будет заархивировано и размещено в интернете для всех, кто захочет повторить тесты. Мы включим все устройства, которые использовались, все технологии и координаты. Мы находимся здесь, на плотине Tremoray, в Минас-Джарайсе, и все это будет доступно всем вам, так что каждый сможет повторить тесты дома, если захочет. Мы надеемся, что этим мы внесем свой вклад в науку и в людей, в правительство, в военно-воздушные силы, не только Бразилии, но и всех стран, в том числе. Чтобы у всех людей было другое видение по сравнению с теми 2000-ми годами, когда у нас была эта теория сферической земли. А теперь я надеюсь вы сделаете свои собственные выводы.